Ассаламу алейкум, и саннасис. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем очередной выпуск нашего цикла передач «Временная и вечная». Сегодня мы хотим поговорить на тему рукописей. Те рукописи, которые хранятся в Казани, то, для чего их изучают и как это делают. В эти дни в Казани проводится школа «Арабографичная рукописная традиция», которая проводится на базе Казанского федерального университета, на которую приехали ученики с России и с определенного государства. И сегодня у нас в студии организаторы, участники, преподаватели, эксперты в этой сфере, с которыми мы хотели бы вас познакомить. Да, и хочется отметить, что слушателями летней школы являются как студенты Казанского федерального университета, так и молодые исследователи, так и люди довольно опытные в этой сфере. Потому что, когда речь касается изучения источников, то квалификация, она нарабатывается в течение всей жизни. И мы всегда остаемся учениками в этом деле. Первый вопрос я хотел бы задать организатору этой школы, Евгений Хамидов, он сегодня присутствует на студии. И вопрос, для чего проводится эта школа, какие цели вы перед собой ставили, когда ее проводили, и кто участники этой школы? Школы подобного характера в мире проводятся, к счастью, большого количества. В Казани такого рода школа, именно посвященная изучению арабографичной рукописной традиции, проводится впервые. И мы в первую очередь ставили перед собой цель собрать специалистов, которые имеются здесь в Казани, в Татарстане в первую очередь, для того, чтобы они поделились наработанным опытом с теми людьми, которые или уже работают с рукописным наследием, или близки к тому, чтобы начать с ним работать. То есть, или те исследователи, которые уже привлекали рукописи в своих исследованиях, или студенты, которые прослушали курс по работе с рукописи. Соответственно, в первую очередь ориентирулись на людей, которые, безусловно, знают один из восточных языков, которые, безусловно, знают арабскую графику, и надеялись, что школа поможет приобрести квалификации по работе с рукописями, как с точки зрения технических характеристик, то есть познакомиться с качественной бумагой, научиться делать опись, и в том числе познакомиться с казанскими фондами, для того, чтобы у людей из разных городов, и даже тех, кто живет в Казани, сложилось представление, впечатление о том, насколько Казань богата как место хранения рукописей на разных восточных языках. Сначала у меня вопрос, вот, все-таки по школе. А чему все-таки вы их учили? Я понимаю, да, какие фонды и так далее, но какие-то, я не знаю, дисциплины, какие практические навыки, умения, вот, вы давали на занятиях? Хороший и сложный вопрос, потому что, в принципе, как я уже упомянул, в первую очередь, то есть первые дни лекции у нас были направлены на то, чтобы познакомиться с техническим описанием рукописи, то есть как атрибутировать рукопись, то есть понятное дело, что рукописи, если это какой-то законченный документ, не всегда хранятся с обложкой, то есть даже лучше, наверное, сказать, что очень редко бывает с обложкой, очень редко бывает с автором, очень редко бывает с датировкой. Соответственно, специалисты привлекают дополнительные дисциплины для того, чтобы как-то атрибутировать рукопись, в частности... Атрибутировать, то есть это опознать, да? Для того, чтобы, да, совершенно верно, чтобы узнать, к какому периоду, к какой местности эта рукопись относится. Соответственно, первые два дня нашей школы были посвящены, в первую очередь, именно этой проблеме, то есть мы рассмотрели разные варианты бумаги, на которых может быть написана рукопись, разные варианты почерков, на которых может быть записана рукопись, разные варианты переплетов, разные варианты оформлений и так далее. То есть для каждого региона, для каждой местности, для каждого времени есть своя специфика, и только, допустим, по качеству, по типу бумаги Можно уже предположить, откуда эта рукопись родом. Если есть какие-то дополнительные символы на бумаге, то можно с разницей в 20 лет, как нам сегодня тоже говорили на лекции, с точностью до 20 лет установить время создания рукописи. Что, в принципе, обычно больше, что называется, нам и не надо. Главное, вот этот промежуток времени. Докировка плюс-минус 20 лет, то есть можно определить по внешнему виду рукописи. То есть вот мы надеемся, что этот навык хотя бы в таком зачаточном виде так или иначе сформировался у слушателей. Плюс очень большое желание было познакомить всех участников с фондами, которые находятся в Казани. Очень интересные лекции были и по метрическим книгам. Я уверен, что многие из участников впервые открыли для себя вообще такой источник информации, как метрические книги. Я лично сам даже не подозревал, что это настолько богатый источник информации. Поэтому были какие-то практические занятия, направленные на работу с конкретным материалом. И были занятия, которые призваны познакомить с теоретической частью. Поэтому мы старались совмещать и теорию, и практику. То есть тем более, что для тех из гостей, кто был в Казани впервые, мы старались знакомить и с исторической частью Казани в том числе. То есть знакомиться и с достопримечательностями города, с местами, где эти рукописи создавались, с местами, где работали люди, которые писали эти рукописи. Да, была экскурсия по старту Татаска-Слободе в том числе. Вы говорите, что в Казани много рукописей. А что это за рукописи? Откуда они в Казани? Где они хранятся сегодня? Елена Исаковна, расскажите, пожалуйста, какие в Казани есть фонды рукописные? И откуда такое огромное количество рукописи в нашем городе хранится? Казань тысячелетней истории своей, конечно же, создавала огромное количество текстов. Понятно, что присутствие здесь мусульманской цивилизации, текста центричной религии. Конечно же, привело к тому, что татары просто не могли не создавать рукописи. И, конечно, их было очень много. Но понятно, что разные были переломные эпохи. И в этом смысле довольно большой пласт наследия наших был утрачен. И в середине XVI века, и позже, конечно, были ситуации такие. Но понятно, что сейчас то, что хранится, собирается в нескольких научных учреждениях. У нас, к счастью, их несколько. Это, конечно, наша библиотека Казанского федерального университета. Более 210 лет уже идёт эта работа. Конечно же, очень большая коллекция хранится в Институте языка, литературы и искусства. И об этом нам расскажет специалист оттуда. Замечательный фонд в Национальном архиве Республики Татарстан. И в Национальной библиотеке Республики Татарстан. Ну, действительно, конечно, богатство огромное. Но одно то, что только у нас хранится. Да, и в Национальном музее тоже ещё есть. Вот я там не очень хорошо знакома с этим фондом, поэтому я и забыла про него. У нас самая крупная архивографическая коллекция рукописей в России. Поэтому, конечно, здесь самое место это всё изучать. То есть большинство этих рукописей или все они в Казани были записаны? Нет, конечно же, нет. К счастью, мы всегда были частью всей мусульманской цивилизации. Поэтому здесь, конечно же, огромное количество собиралось рукописей, которые создавались по всему мусульманскому Востоку. И, конечно, наши многие учёные, они привозили эти рукописи из своих путешествий, из хаджа, и после обучения в каких-то других крупных мусульманских учебных заведениях. Одно то, что у нас хранится фонд Медреса Мухаммадия, Борудий, нашего знаменитого, конечно же, богослова, и Шикбадина Маджани, и многих других. Естественно, что это всё создавалось ими не только здесь, но и, конечно же, аккумулировали, они собирали эти рукописи тоже по всему мусульманскому миру. Если мы возьмём весь объём мирового наследия, рукописного, ну, возьмём даже только на арабской графике, связанной с арабом-усульманскому. И тот центр, который в Казани, насколько он значим в общем мировом масштабе? Я думаю, что, конечно же, он значим, потому что, естественно, что наша территория, она уникальна в истории ислама. И понятно, что это самая северная территория очень древнего распространения ислама, и понятно, что здесь были свои особенности. И татарская традиция удивительна. И вы знаете, что здесь, конечно, несмотря ни на что, удавалось всё это сохранить. И, конечно, ислам, как средство самоидентификации татар, это было самым важным. И поэтому это всё отразилось в письменной традиции. Да, и я не могу не добавить. Дело в том, что это тоже очень близкая тема мне, исследовательская тема, которой я посвятила определённую и немалую часть своей жизни. Так вот, я помню, что Анас Бакевич Халидов, мой научный руководитель, всегда говорил, что арабо-мусульманская книжная традиция – это самая богатая книжная традиция в мире из всех существующих. И что сохранилось на сегодняшний день из всего этого богатства только 3%, но при всём при этом она считается самой богатой. А что касается нашего региона, ну, мы рекордсмены вообще в этой книжной традиции. Потому что мусульмане Волго-Уральского региона, и в частности татары, очень ценили писанное слово, книжное слово очень ценили, в каждом доме была книжность, был культ образованности, и в медресе, в примектебах этими книгами пользовались шакирды. И поэтому даже сейчас, если возникает необходимость собирать какие-то артефакты для создания музеев, или местных, или ещё что-то, больше всего, что несут экспонаты, это книги. И у нас даже есть такая проблема бремени культурного наследия. Мы теперь, нынешние поколения, мы не в состоянии даже освоить всё это богатство, мы не в состоянии его прочитать, идентифицировать, расшифровать, перевести, даже есть такая проблема. Вот у меня к Эльмире Исхаковне как раз в связи с этим вопрос. В отделе редких книг и рукописей научной библиотеки Казанского федерального университета, сколько хранится арабографичных книг и рукописей, и старопечатных, и сколько из них составляет на арабском языке, сколько на персидском, на турецком, на тюрки, на татарском? Вот можно об этом несколько слов? Дело в том, что весь фонд рукописный хранится именно у нас в отделе. Это более 12 тысяч единиц хранения. Из них около 6 тысяч – это на тюрко-татарских языках, это самая большая часть, практически половина. Чуть более 5,5 тысяч, 5 690 рукописей на арабском языке, и около 900 рукописей на персидском языке. Это я называю те, которые инвентаризированы. Активная работа археографической экспедиции с 1963 года, которую активно проводил наш сотрудник Альберт Фатхи, и затем, конечно же, Меркосан Далхач Усманов тоже подключился и работал по этой деятельности, занимался. И они собирали рукописи по регионам компактного проживания татарского населения, вплоть до Сибири. И, конечно, вот это все огромное богатство еще не полностью инвентаризировано. То есть есть еще фонд, вот как неслучайно вы говорили уже здесь сегодня, о том, что есть вот эта проблема времени, потому что действительно не хватает специалистов, которые могут довольно быстро инвентаризировать весь тот фонд, который привезен. К сожалению, он не очень в хорошем состоянии, поэтому многие рукописи поступали. Поэтому, конечно же, очень большая проблема. Еще и предварительно перед этим провести их обработку таким образом, чтобы специалист мог заниматься их инвентаризацией. Спасибо. И получается, что количество рукописного этого богатства, оно еще намного больше окажется, если мы его... Намного, я не могу сказать, но довольно... Спасибо, что вы упомянули имя Альберта Фатхи, Миркасыма Абдуллахатовича Усманова, Абрар Гибадулевич Каримулин, ведущий книговед на нашей территории, в России в том числе. И многие другие исследователи сделали свой посильный вклад в изучение этого наследия. Люди преданы этому делу, потому что работа с источниками, с рукописями, она требует особой квалификации, она требует особой влюбленности в это дело. И я вот, пользуясь случаем, с собой захватила несколько описаний, чем мы можем гордиться, к счастью. И сегодня есть такие исследователи, влюбленные в свою работу. Это вот Алсу Айратовна Арсланова. К сожалению, она не смогла принять участие в нашей передаче, но она очень занята, и она сейчас тоже занята этой работой. Она это предпочитает, делать эту работу, успеть ее сделать. И вот это уже второй выпуск описания рукописи на персидском языке. Научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского, Казанского федерального университета. И вот наши зрители могут просто представить, что это если только второй том, еще такой же есть первый том, это только описание всех рукописей, которые там хранятся. Вот этот том включает более 300 рукописей. Первый том тоже около 300. И еще вот осталось по персидским рукописям порядка 150 единиц хранения. Вот она этим занимается. Ну и, конечно, затем те, которые еще не инвентаризированы, она будет описывать. Да. К сожалению, мы не можем похвастаться вот подобным описанием арабоязычных рукописей. Но мы надеемся, что и это появится скоро, потому что очень востребована эта информация. И, может быть, и слушатели нашей школы, летней школы по арабографичным, письменным источникам, появится вот такая новая смена. Мы на это очень рассчитываем. Ну и я хочу еще указать одну работу. Буквально сегодня последнее занятие школы состоялось в хранилище Института языка, литературы и искусства Академии наук Республики Татарстан. И наш ведущий специалист, патриот этого дела, человек также преданный этому, Марсель Ибрагимович Ахмедзианов, вот буквально подарил мне последние книги. Он очень много работает над этим, издает книги. Он уже подготовил 8 выпуск по татарской археографии. Это описание рукописей на татарском, арабском, персидском, турецком языках. Вот, допустим, вот этот выпуск завершается номером 7,5 тысяч вот уже здесь описанных рукописей. Так что... В Национальной библиотеке тоже они выпускают вот такую же серию. Раиф Абабарданов этим тоже занимается, тоже ведущий специалист. Раиф Абабарданов еще один ведущий специалист. Так что отрадно, что у нас есть такие специалисты, и некоторые из них сегодня в нашей студии, в частности, вот Рашид Абабарданов, и он расскажет, поделится опытом в этой сфере. Ну, а я хочу, пользуясь случаем, также предоставить слово коллеге Алсу Хасавнех, который представляет здесь вот это самое хранилище, фонд рукописный и музыкальный фонд Института языка и литературы. Пожалуйста. Я сама раз говорю, что это называется Центр письменного и музыкального наследия, но мы как бы между собой говорим, это Мирасхане, как бы старый такой привычный назван. Амирасхане – это значит сокровищница наследия. У нас хранится немного меньше, чем в отделе редких книг и рукописей, там чуть более 8 тысяч рукописей. Также персидская часть у нас полностью описана, вышла в трех томах. Благодаря Салиму Абыгелезу Динову, еще одному такому подвижнику. Да, вот его имя еще даже не было еще озвучено. Не учлили. Ну, я бы что хотела сказать. Был затронут вопрос сегодня о неизученности. Вот у нас на самом деле хранятся очень ценные книги таких известных татарских богословов, ученых, как Резаддин Фахреддинов, Шихабаддин Маржани, Хабдрахим Мутазимани. И тут можно перечислять очень много имен. Это и Галимжан Баруди, и Муса Бигиев, там Хадим Абсуди, Хасан Габаши и так далее, и так далее. Ну, вот взять, например, только имя Абдрахим Мутазимани. На самом деле в наших фондах хранится огромное количество трудов этого великого ученого. И если брать в процентном соотношении, то, ну, дай бог, 10% его наследия на сегодняшний день изучено. Вы представляете, вот какой пласт его трудов, они просто остаются на полках, просто пылятся, да, и остаются нетронутыми. Что открывает широкое поле для дальнейших исследований. Ну, вот еще одно имя, я вот сегодня, когда экскурсию проводила, как раз это говорила, например, Таджиддин Ялчегул. Известен нам как суфийский поэт 18 века. Но мало кто знает, что у него еще имеются труды по суфийской морали, по мусульманской юриспруденции, фиг. И таких примеров огромное количество. У Рязаддина, Фахреддина, сколько еще не изученных трудов, таких гигантских, и так далее, и тому подобное. Вот это я хотела бы, конечно, добавить. Но, к сожалению, вот мы часто стараемся проводить экскурсии, особенно зовем к себе студентов-выпускников четвертого курса, чтобы как-то привлекать к себе молодые кадры. И вы знаете, у них действительно и глаза загораются. То есть, когда им показываешь, когда они держат в руках рукопись, вот тоже, да, когда листают ее, смотрят, что такое колофон, что такое глоссы, что пытаются там расшифровать владельческие печати. Это все для них интересно. Вот, но, к сожалению, очень редко кто действительно приходит к нам работать, кто действительно увлекается. А на самом деле, это вот первоисточники, это, конечно, вот как Рязи Дарифовна правильно заметила, это тяжелый адский труд, работа с первоисточниками. Вот поэтому ты не очень и не задерживаешься. Это кто работал, тот знает как раз. Вот, нужно и терпение огромное, и упорство, и стремление. Но зато ведь это настолько все интересно. Ведь, действительно, современная наука, она должна строиться именно на источниках, на первоисточниках. Вот, и это нужно как бы объяснять, особенно студентам. А вот попробуем-ка объяснить, Амару. Ну, вот я даже, на самом деле, в связи с этим у меня такой вопрос, я сижу просто удивляюсь, что это, на самом деле, это такой большой труд. Это, во-первых, это все изучить, да, вот то, что сейчас нам вначале Евгений рассказывал, там, бумага, шрифт, почерк, там, ну, столько-столько разных параметров. После этого это часы, годы, сидеть в этих хранилищах, изучать это все, просматривать, записывать, расшифровывать. Пылью это дышать. Что ж вы все пропылили? Пылью, это особо... Они же все футляры, все хорошо. Ну, не надо, спасибо. Я несколько лет только старопечатные книги изучала. Это старопечатные. Я покрылась такой сыпью. Я потом долго от этой аллергии отходила. Я поражаюсь людям, которые всю жизнь там работают. Ну, вы знаете, на самом деле, только фанаты могут там оставаться и работать. Это вот действительно... И люди, влюбленные в эту науку. Вы сегодня хотите привлечь людей или наоборот отпугнуть? А вот у Амара вопрос, значит, был. То есть это очевидно, что это очень сложная работа, что она требует большей квалификации, больших знаний и так далее. Но для чего это все? То есть, да, это может быть интересно этим самим исследователям. Но насколько это актуально для глобального, современного мира, который движется вперед, когда современные технологии, когда... Когда все в интернете. Когда я даже... Я не помню, когда я в последний раз читал, что кто-то там от руки что-то записку там, я не знаю, когда мы все читаем. Чатный текст в основном. То есть насколько это сегодня вообще актуально, вот это все знания, вот эти все тома бесконечные, которые хранятся? Но ведь не хлебом единым сыт человек. Есть и духовная сторона, и духовная жизнь. То есть, конечно же, мы вот говорим о том, что ислам, он неоднороден. Например, на территории Поволжи он приобретает какие-то свои там оттенки, да, у него есть. Поэтому вот эти труды, Марджани, Резадин и Фахреддин, вот этих наших татарских богослов, их надо поднимать, их надо издавать. Вот именно открывать, в чем суть вот этого, ну, так будем говорить, татарского ислама. Вот я в этом вижу самую актуальную сторону исследований. А давайте спросим вот специалиста, который вот очень плотно работает с рукописными источниками, Рашида Фенда Кадырова. В чем актуальность для современного мира работы с источниками? Микрофон, пожалуйста. На ваш взгляд. Ну, на мой взгляд, актуальность, она просто очевидна. А потому что, во-первых, для нашего народа она просто неоспоримая, безусловно, это актуальность. Потому что, сколько бы мы ни занимались современностью, делами, так сказать, нашей повседневной жизни, все равно значение вот этого рукописного наследия, в том числе, кроме рукописного, и эпиграфического, и нумизматического, и так далее, наследия нашего народа, оно, ну, его нельзя переоценить, потому что вот в этом рукописном наследии, да, если взять его как целый комплекс, да, ну, так мы его берем целым комплексом, это ведь одна из ниточек, которая связывает нас с прошлым. Сквозная такая нитка, которая дает нам чувство исторической преемственности с нашими предками, вот, с веками минувшими, я не знаю, начиная с самых ранних, ну, с веков средневеков, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го веков, вот, и здесь уже говорили, что работой над рукописами занимаются сравнительно, даже не сравнительно, просто мало людей, просто мало людей, мало кадров в этом секторе научном, именно потому, что это все-таки тяжелая действительно работа, тяжелая, нельзя сказать, что она легко дается каждому, тем более это связано с сознанием языков, значит, старо-татарского, турецкого, арабского, персидского, вот, и тем не менее, тем не менее, несмотря на все эти трудности, работа, она очень увлекает. Я, например, когда работал над рукописями в процессе подготовки к, значит, к своей диссертации, я просто окунался в эти рукописи, как в безбрежный океан, безрежное море, вот, и сам процесс изучения, скажем, рукописи, которая не сразу дается, она ведь не сразу дается, то есть нужно иметь какие-то, во-первых, навыки, которые даются в университете, например, нам их преподавал незабвенный Меркасим Дулакатович Усмалов, вот, он, эти навыки, они дают возможность идти дальше по пути изучения рукописи, изучения рукописи в контексте ее, это каждая отдельная рукопись, потому что почерки очень индивидуальны, при всей, значит, при всем стремлении к унификации почерка, например, там, Сульца, Настолика или Шикасте или Насха, при всей этой унификации у каждого автора, у каждого переписчика даже в рукописи, обычно переписчиков очень много, не авторов, конечно, а переписчиков больше, гораздо больше, у каждого есть индивидуальный почерк, индивидуальный стиль, И прежде чем совершенно открыть для себя какую-то конкретную рукопись Нужно углубиться в этот стиль Выявить закономерности начертаний, букв, лигатур и так далее Все это нужно выявить И когда... Вот эта работа, она очень интересная Меня, например, меня захватывает просто Когда результат приходит, что такого удовлетворения, как говорится, трудно еще найти Когда ты достигаешь цели Даже если мы имеем в виду произведение, например, Гаяза из Хакки Его рукописи, Гаяза из Хакки К счастью, мне довелось работать над несколькими его томами Вот Но это просто, опять же, увлекательное чтение Но процесс разгадывания начертаний и букв Когда, например, ты где-то уперся в одно место И ни туда, ни туда, ни сюда не можешь прочесть одно слово То ты... Вся твоя голова занята этим И поэтому, вот, все свободное время ты думаешь, что же это такое Встаешь и ходишь и так далее В конце концов, ты понимаешь Часто исходя из контекста одного предложения Часто исходя из контекста целой страницы То есть И вот эта вся работа, она Как вы... Ваш вопрос был, насколько актуальна эта работа Она актуальна именно потому, что без Без проведения ее Без обнаружения вот этих новых Новых сокровищ нашей литературы или нашей истории Или нашей религиозной литературы, трудов наших богословов Без нее нет нашей истории Как таковой национальной истории Вот, а в мировом масштабе, скажем Даже в мировом масштабе Я беру в мировой масштаб Наши, наши, вот, рукописи Которые хранятся и в Витике Лавачевской И в мировом масштабе, и в Национальном музее В архиве, они востребованы И вы знаете, что сюда приезжают Приезжали, по крайней мере Михаил Кемпер, например, и Ален Франк Он был гостем нашей прошлой передачи Ну, вот видите, да Они здесь под руководством Под чутким руководством, опять же, Меркасова Благодача Изучали эти рукописи То есть им это нужно И они пишут труды, целые книги Были изданные, переведенные потом на русский язык Именно написаны, не посвящены рукописи Но написаны на основе этих рукописей Посвящены, скажем, исламской ситуации Ситуации с исламской верой Именно в регионе Павла и Дельурал Павла уже при Урале Так что, я так скажу, что Рукописный фонд, рукописные богатства Они актуальны и для нас И для представителей других национальностей Потому что они дают возможность изучить историю Как таковую, конкретную историю Спасибо Спасибо И вот в связи с этим, мне кажется, тоже близко к этому Как еще одно из таких, может быть, менее глобальных направлений Вот этой важности для людей Наверное, является изучением метрических книг Когда люди заказывают свои родословные Исходя из тех, какие архивы были И вот, Рафляханум, я знаю, что, может, вы помогли нам ответить на этот вопрос Откуда вот такое желание у людей? Сохраняется ли это мода? Какие тенденции в этом развиваются? Что хотят люди узнать, исходя из вот этого исторических книг, метрик и так далее? Конечно, когда союз распался Люди начали интересоваться своей историей А конкретно уже каждая история начинается с конкретной семьи Потом это уже вырастает общую такую историю Естественно, вот за тот период За 70 лет советской власти Конечно, люди потеряли связь, скажем, со своими корнями И когда постепенно вот начала возвращаться религия И, естественно, люди начали интересоваться со своими корнями Не только татары, но и все остальные Когда уже само сознание народа начало подниматься Не только татары, но и другие люди начали интересоваться своими корнями Откуда они, откуда пришли Откуда, например, у них возникла эта фамилия Потому что есть некоторые фамилии, которые, например, не связаны с именами Связаны, скажем, например, с профессией То же самое, например, если взять русских кузнецов Но кузнецов фамилия встречается не только у русских Встречается и у татар Поэтому есть Зайцевы и русские, есть и среди татар Поэтому у людей возникла такая необходимость Откуда же они все-таки Фамилия у них откуда возникла И кто были их предки И как раз вот в конце 90-х годов Люди навалом пошли в архивы Узнать свои корни И, естественно... А как можно из архива узнать вот эти все вещи? Естественно, в архивах хранятся метрические книги Это основной источник по составлению родословной Но не единственные Есть еще другие документы, которые нужно изучить при составлении своей родословной Метрические книги, мы должны понять, что это тоже рукопись Оригинальную рукопись Они сохранились или в единичном, или в двух экземплярах Также у каждой метрической книги есть свой почерк Потому что в каждом населенном пункте был Муллай Он обучался в разных учебных заведениях И некоторые были и самоучки Которые потом, уже сдав экзамен, могли официально приступить к этой деятельности И вот метрические книги у татар сохранились с 1829 года Когда по указу Сената уже начали вводить метрические книги у мусульман Альга Филия, что такое метрические книги? Поясни, пожалуйста Метрические книги, если сравнить сегодняшний день Это такие же записи, как ведут сегодня, например, ЗАГС Кто родился? Мулла записывали родившихся Метрические книги состоят из четырех частей Первая часть – это родившиеся Вторая часть – это брачующиеся Третья часть – это развод И четвертая – это умершие Все конкретного населенного пункта Все это фиксировало Кто родился, кто бракосочетался, кто разводился и кто умер То есть статистику населенного Это за определенный период можно посмотреть Благодаря этим метрическим книгам Также метрические книги, они не только полезны для составления родословных Но это еще статистический документ Когда изучают количество, численность народа Того или населенного пункта Также это помогает определить сословную принадлежность Того или иного населенного пункта Не только сословную, но и конфессиональную Потому что, если взять татар, то татар были также и кряшени Поэтому, изучая вот все эти документы Конечно, можно найти всю ту информацию, о которой я уже говорила Но тоже надо учитывать, что метрические книги Это тоже рукопись Если даже это официальный, скажем, документ Но это все равно рукопись С которым надо подойти с осторожностью Потому что они уже Самым поздним уже Этим метрическим книгам, скажем, лет не меньше 70 Потому что еще в 20-30-е годы у нас еще сохранились Метрические книги, которые мула Которые не попали в опалу, скажем Которых еще не сослали и не закрыли Они еще по своей, по старой традиции Как они привыкли Они дотошно все записывали И все вписывали в свои тетрадки И то, что они сохранились Вот если кто-то хочет узнать историю своего рода Куда он должен идти, к кому обращаться? Ну, сначала этот человек должен определить В каком местности родились его предки И уже исходя из этого Он должен обращаться в тот региональный архив Естественно, это нужно обращаться в центральные архивы А не районные Потом уже им объяснят Например, если, например, у них не хранятся эти материалы А то обязательно подскажут, куда нужно обратиться В Казани у нас, например, этим занимается национальный архив Где сохранились более 3,5 тысяч экземпляров метрических книг И, естественно, для этого нужно узнать О том человеке, который родился до революции желательно Потому что до 1918 года В связи с известными ситуациями у нас уже после этих лет Конечно, сохранность метрических книг Скажем, не полностью сохранились Поэтому желательно знать человека, который родился до 1918 года Имя, отца, год И потом уже обращаться Имя отца, его отца И желательно чем дальше, тем легче искать Да, и естественно Знаете, в некоторых больших деревнях Где имелись там по пять, по шесть мечетей Там одинаковых имен У ребенка и у отца даже Совпадением Да, совпадением Потому что, может быть, даже в один и тот же год Могли родиться с одинаковым именем И с одинаковыми Чтобы предки были одинаковыми именем Поэтому нужно или обязательно маму Знать этого ребенка, который должен был родиться Или хотя бы одного предка уже вглубь Чтобы конкретно уже не сомневаться Что это конкретно ваш родственник То есть ваш предок Чем больше информации мы знаем Тем легче вести поиски Естественно Ну вот и не случайно Слушатели школы, летней школы Они также посетили национальный архив И вашу лекцию слушали Как раз о том, как вы работаете с метрическими книгами Вы мне там все показывали И тогда как раз мы задались вопросом Который я сейчас хочу задать всем присутствующим Вот кто из нас вообще считается У тюрков ему считалось Как минимум надо знать свою родословную До седьмого колена Вот кто из присутствующих может похвастаться тем Что знает до седьмого поколения Имя дедов Из присутствующих Ну практически больше половины Присутствующих Да я смотрю Так что ваши родословные по метрикам Постановить будет легче А кстати вопрос такой А кто уже обращался И исследовал по метрическим книгам Свои родословные О мы вдвоем пока еще такие продвинутые А трое Спасибо Так что вот имейте ввиду Изучайте свою историю Изучайте историю своей семьи в том числе Ну вот Если мы проходим к выводу Что это действительно важно Их изучение Что важно Смотреть этот пласт истории То тогда возникает вопрос Насколько сохранности Сохраняются эти рукописи Насколько уделяется внимание О том чтобы они сохранялись Наверное Ильмирис Акуну вам вопрос Да Насколько достаточно уделять внимание О том чтобы они сохранялись Для того чтобы они Как можно дольше еще продолжали Своё Наверное да Наверное вы скажете Про режим хранения Какой есть в наших хранилищах И про вопрос реставрации Наверное стоит упомянуть Как у нас с этим в Казани Дело поставлено Если в отношении режима хранения ситуация сейчас улучшается, потому что установлено оборудование по регулированию температурно-влажностного режима, установлена система пожаротушения, благодаря поддержке нашего президента. А все хранилище в Казанске? Нет, естественно, я рассказываю про свое. Вы можете похвастаться, потому что в федеральном университете с этим все прошло. Да, это у нас сделано. Но, к сожалению, вопрос реставрации действительно очень-очень острый вопрос. Но, насколько я знаю, вот сейчас немножко переименование происходит, поэтому я могу неправильно произнести. Высшая школа культурного наследия, по-моему, у нас Радгабилович Сидиков, который возглавляет, они задались этой задачей. И, по-моему, они сейчас все-таки готовят специалиста, который действительно будет организовывать эту реставрацию. Самостоятельно проводить или же уже какой-то центр организовывать. Тут я еще не полностью владею информацией, лучше спросить у него. Но, конечно, это действительно очень-очень больная тема, потому что есть реставраторы в Национальном архиве, есть реставраторы в Национальной библиотеке. Но все это очень буквально вот единичные, да, уникальные такие наши люди, которые, конечно, вот этот гигантский объем, который до нас дошел, ну, просто при своей жизни, в принципе, не в состоянии сделать. Это, конечно, нужна большая программа для того, чтобы направить очень большое число людей, да, которые могут, студентов, которые могут этим заниматься. Но дело в том, что для реставрации нужны специалисты, подготовленные, в первую очередь, в естественно-научных дисциплинах. Это должны быть либо химики, либо микробиологи. Мы вот сейчас делаем совместный проект с нашими специалистами Института медицины и биологии, да, нашего. Они приходят уже три года подряд каждый квартал, контролируют ситуацию, значит, микробиологическую, да, ставят вот эти чашки Петри, да, снимают все эти анализы. И, конечно, ситуацию, к счастью, вот они говорят, что она стабильна, и тем более, что сейчас вот это оборудование, оно все-таки регулирует этот вопрос. Но, собственно, сами рукописи, конечно, они остаются еще вот в этом опасном состоянии, и для них вот реставрация нужна просто вот как воздух. Это, конечно, вот сейчас очень-очень большая проблема. Вот я тоже хотела бы в свою очередь добавить нашими расхонами. Очень многие годы, кстати, наши рукописные книги, они хранились в не очень благоприятных таких помещениях. Если вы помните, раньше это была улица Ленина, сейчас Кремлевская. Да, очень старое такое ветхое здание, практически в полуподвальных помещениях, там даже кошки там бегали, вот, где действительно негативные очень факторы были, и влажность там, и там, я даже не знаю, что еще. Ну, вот, слава богу, несколько лет тому назад мы переехали, нам теперь выделили такое новое хорошее здание, и наше хранилище, где хранится в Кремле, в самом центре, в сердце Казани, в здании Манежа. Рядом с мечетей Кулшариев, вот, и пусть у нас там условия, ну, не идеальные, но хотя бы приближенные к идеальным, там постоянно, в общем, действует определенный температурный режим, вентиляция. Периодически эти рукописи обрабатываются специальным химическим раствором, вот, но вопрос о подготовке специалистов-реставраторов стоит как нельзя остро сегодня и в нашем центре, потому что я его не раз поднимала, каждый год практически я его поднимаю, и вот я просто хотела рассказать, когда мы были в поездке по Ирану, я специально даже сделала заявку ознакомиться вот с таким центром. И, конечно же, в Иране действительно очень высококлассные специалисты работают в этом плане, но, к сожалению, не получилось пока договориться с ними, потому что было бы идеально послать наших молодых, молодые кадры, чтобы они прошли курсы именно подготовки вот на реставраторов. Вот, я знаю, что есть еще хороший центр в Санкт-Петербурге, который тоже готовит реставраторов, а вот то, что сегодня... Они больше готовят, к сожалению, по европейской бумаге. По европейской бумаге. Тут особенности восточной бумаги, восточного переплета присутствуют, в этом смысле, например, центр Сулейманиев при Ирсико, да, в Турции организовывался, да, то есть они тоже были готовы, и действительно, я знаю, что одного из специалистов, Аэра Габица, как раз отправлял для того, чтобы действительно работать. Так что в этом смысле все пытаются что-то сделать, но это нужно все-таки сделать более активно. Согласна. Я даже напомню, сейчас вспомню, мне тоже посчастливилось быть в Иране, в городе Кум, где город-центр, наследие такой, и там уникальная библиотека древнейшая, и реставрационную мастерскую посетить удалось. И более того, они готовы принять, они готовы обучиться. Все очень открыты, да, они все готовы это сделать за мизерные какие-нибудь средства, которые мы будем платить. Нам нужно только отправлять специалистов, чтобы были средства. Мы надеемся, что вот после нашей передачи можно будет как-то ускорить этот процесс, да, активизировать и все-таки добиться результатов. Но, к сожалению, молодые люди, когда приходят, ну, это все же бюджетные организации, зарплата в бюджетных организациях, знаете, вы сами знаете, какие, поэтому интерес у молодых людей сразу исчезает. Если он даже высококлассный реставратор, зарплата уже от этого у него не увеличится. Поэтому, естественно, он уже будет искать более выгодную работу, где будет... Еще я вот хотела добавить, вот в нашем центре также вот уже год ведется оцифровка, процесс оцифровки рукописи. Ну, мы начали пока с газет, с периодики с татарской, но в дальнейшем мы, конечно, сразу перейдем на рукописи. Но также это требует огромного количества времени, да, и просто жалко, вы представляете, вот смотреть на эти рукописи. Самые древние, кстати, у нас датируются XIII веком, вот, ну, большинство это, конечно, середина, конец XIX века, есть и XVII век, XVIII век, вот. Но вы сами представляете, что век рукописи очень короткий, поэтому они буквально просто тают на глазах, рассыпаются. И вот этот вот вопрос именно, что нужны реставраторы, это, конечно, самый такой злободневый. Вот в связи с этим у меня такой вопрос к одному из гостей нашей передачи, что касается молодежи и мотивации, да. Я просто совершенно случайно вот на одной из конференций узнала, что есть такой проект. Я думаю, что это не единственный, такие проекты еще есть, которые инициируются молодыми людьми, уже новым поколением. И вот у нас в Институте истории такой был аспирант Рамиль Гарипов, и теперь он преподает в гимназии для одаренных детей в городе Актаныш. И они рассказали о своем уникальном проекте, он тогда выступал со своими учениками, что они оцифровали практически всю подшивку журнала «Шура» и выставили в интернет из личных коллекций родителей, детей, обучающихся в этой гимназии. И в том числе они оцифровывали старопечатные книги, рукописные книги и также выставляли в интернет. Сейчас с нами в студии присутствует один из бывших выпускников этой гимназии, теперь уже студент Иннополиса Даниль Ахмедшин. И я хочу задать Даниль такой вопрос. Вот вы молодой человек 21 века, века информационных технологий, интернета, айпадов и гаджетов. Как так получилось, что в школе вы этим увлеклись и этим занимались? И какую роль вообще это сыграло в вашей жизни? Как вы считаете? Вообще это очень важно, потому что свою историю и культуру важно каждому человеку. Стоит отметить, что я из Сибири и приехал в Акционерский район, не зная совершенно татарского языка. И все это было очень интересно. Когда Рамиль Маратович предложил сделать такой кружок, проект, это еще более захватывало, что мы будем еще старо-татарский язык учить. И зная немножко арабскую графику, мне было проще, а дети другие знали татарский язык. И мы вот немного наравне так читали, смотрели на проекторе, на доске проекцировали тексты и вместе сидели и так читали по предложению. Потом работа пошла побыстрее, начали письма приходить всякие из Финляндии, США, электронные почты. По проекту, что вот спасибо за такую работу, очень интересно. Дети, которые живут в Акционерском районе, у них тоже есть метрики какие-то, письма, которые их бабушки, дедушки, прабабушки уже присылали с войны. И мы приносили их, и все вместе собирались там кружком и рассматривали. И дошло даже дело до такого, что с некоторыми людьми мы начали переписываться на старо-татарском, ну, в ВКонтакте, там, в Ватсапе. Потому что, ну, интересно, как бы, что мы это сохранили. И это сейчас может жить, потому что очень такой большой пласт, даже очень обидно, что мы его потеряем. На старо-татарском языке сохранился, да. Вы сейчас уже не учитесь в гимназии, вы теперь студенты на полисе, а по какому предмету вы учитесь, по какой специальности? У нас разделение пройдет на третьем курсе, скорее всего, будет software engineering. У нас такой углобленный IT-университет. А теперь вы уже вообще никак не участвуете в этом проекте или еще продолжаете взаимодействовать с гимназией? Продолжаем. Вот, поддерживаем работу сайта. Тогда еще на самых таких примитивных технологиях мы его создавали, движок youkos.com. Очень такой простой, там и реклама светится, но мы его поддерживаем. Сейчас делаем группу ВКонтакте, паблик, и туда вот тоже стараемся размещать какие-то книги, сканы, ну, чтобы это было более доступно для молодежи. И интерес есть? Вы чувствуете обратную связь? Да, вот, как я говорил уже со многих стран, вот в гостевую книгу приходили всякие сообщения, то, что там из Финляндии, из Америки, из Турции, то, что спасибо, так интересно. Вот из Турции много отзывов было, то, что очень похожи старо-татальские, вот османские языки, то есть те же. Мы с окончания, ва, и, очень похожи. Я сейчас хочу пообщаться как раз со слушателями летней школы. У них была уникальная возможность соприкоснуться вот с этим пластом культурного письменного наследия. И у нас здесь совершенно разные участники. И я вот хотела бы, чтобы вы представили себя, да, и в двух словах сказали, вот на ваш взгляд. Ну, во-первых, такой вопрос, почему вы захотели участвовать в этой школе, да, с какими ожиданиями пришли? Ну, и, во-вторых, как вы считаете, что вы из этого извлекли? У нас ребята и девушки с разных регионов здесь. Ну, наверное, начнем, Салават, с вас, из Москвы вы приехали, о себе несколько слов и вот ответ на мои вопросы. Меня зовут Салават, аспирант Института Востоковедения в городе Москва. Также я веду курсы Павловского тюрки при фонде Моржани. Я не первый год уже работаю так печатными текстами, в том числе вот вместе с моими учениками. Мы постоянно читаем, регулярно читаем эти тексты, но то, что касается рукописи, они часто тоже поступают по интернету, мне отправляют, и мои слушатели постоянно приносят их. Мы хотели бы, конечно, перейти на следующий уровень изучения рукописи. Таких вот уникальных возможностей, которые вы сейчас организовали, в принципе, можно сказать, мало. Для меня вот выпала такая уникальная возможность к вам попасть и получить вот такие базовые знания работы с рукописями. Что это мне дало? Это, конечно, пока у меня еще такие свежие впечатления. Это очень позитивные эмоции, общение с коллегами, со специалистами. Это огромная благодарность лекторам, которые предоставили нам огромный такой объем информации. Я думаю, это нам очень сильно поможет в продвижении дальше этого проекта, который мы начали в Москве. Возможно, мы даже хотели бы сотрудничать с вами, в последующем какие-то проекты делать. Может быть, привозить еще ребят, которые интересуются этой темой. А есть такие ребята? Есть такая молодежь? Конечно, есть. Все-таки есть такая молодежь, значит, есть надежда. Я вам скажу, у нас вот серьезно работает 12 человек в группе. Заявлялись где-то 25 человек, остались из них 12 самых серьезных. Из них из Башкортостана человек 4-5, а остальные – московские татары. У них очень такой живой, серьезный интерес, поэтому они будут продолжать. И они уже готовы работать годами, посвятить на это годы своей жизни. Так что, я думаю, интерес есть. Спасибо. Я хочу адресовать Инессе этот же вопрос. Тем более, мы с Инессой работаем в одном отделе, в ресурсном центре по развитию исламского и исламовического образования. Инесса, как раз явился организатором этого курса, летней школой. Так что, Инесса, тебе слово. Инесса, я думаю, что я здесь все-таки выступаю больше как аспирант Казанского университета. Да, правильно. И хоть моя работа связана больше с современными источниками, которых мы уже здесь опоминали, это интернет. Но, тем не менее, знание древних источников, оно тоже очень важно, потому что, как много об этом говорили, знание истории, оно – это вот именно та нить, которая и соединяет поколения. Для меня эта школа была возможностью увидеть вот эту нить, потому что с первых дней мы смотрели, как именно распознать рукопись. То есть были данные те основы, которые были необходимы мне, как тому человеку, который только знакомится с такими возможностями. Я думаю, что для многих участников она стала возможностью посмотреть на эту проблему по-новому и что-то для себя, найти новый стимул, новую мотивацию. И так как, как я уже сказала, моя работа лишь отчасти связана с этим, но я вводю арабским языком. И думаю, что так или иначе знание арабского языка я смогу применить и в изучении рукописи, если моя работа так пойдет дальше, что это понадобится. И у нас также участниками были студенты Казанского федерального университета. И вот, Диля, расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях. На данный момент я обучаюсь на третьем курсе и изучаю персидский язык и литературу. И считаю, что летняя школа напрямую связана с моей будущей специальностью, так как изучая литературу, я понимаю, что всякая литература в основе своей ставит именно литературу классического периода. И как я поняла, в рукописях наших национальных архивов, хранилищах очень много рукописных книг именно литературы классического периода. Я считаю, что в будущем, как-нибудь, возможно, когда буду учиться в магистратуре, в аспиранторе, как-нибудь я также соприкоснусь с изучением данных рукописей, данных периодов. Мы желаем тебе успехов в этом. И у нас гость из Казахстана Нурлан. Пожалуйста, вот очень такие специфические вопросы прозвучали молодым людям, современным, в наш прагматичный век. Почему надо этим заниматься? Почему вам это показалось интересным? Меня зовут Нурлан, я приехал из Астаны, являюсь сотрудником Назарбаев университета. Ну, какую-то материальную цену к этому, наверное, трудно подобрать, вот этому всему, работы с историческими источниками, в частности с рукописями. Меня движет просто интерес. Мне интересно этим заниматься. Точнее, с рукописями я только-только сейчас хочу заняться. В данный момент я только работал с печатными газетами на арабской графике, на старо-казахском языке. Или на казахском языке, начале 20 века. Кроме тех практических знаний, которые уже отметили участники летней школы, то есть анализ бумаги, на которой рукописи были сделаны, использование метрических книг в качестве исторических источников, Я для себя такое большое открытие сделал, конечно же, в плане богатых архивов города Казани. Поэтому походы в национальную библиотеку, национальный архив, в научную библиотеку Казанского федерального университета, в Мирасхана, для меня просто огромные впечатления оказали. Я понял, что насколько богатые, каким богатством обладают эти все архивы Казани. И я для себя уяснил, что просто история мусульманских народов, бывшей Российской империи, в целом с определенных регионов, она просто... нельзя изучать историю, будь то социальную, политическую, интеллектуальную, не изучив архивы, которые хранятся просто в этом городе, богатые архивы. Спасибо. Спасибо, Мурлан. Ну и мой вопрос еще одному слушателю нашей школы, Марату Замальдинову, который также является студентом Российско-Исламского университета и преподавателем Медресе Мухаммадия. Марат, вы с каким интересом пришли в эту школу, с какой целью, и что вы подчеркнули для себя на вашу? Саляму алейкум, архматул абрикату. Ну, для меня была это очень уникальная такая возможность с тем, чтобы ознакомиться, приблизиться как-то к нашему наследию, богословскому, до релиционного периода, особенно тех, которые были написаны на арабском языке, так как я являюсь выпускником университета Алясхарш, гордый Египет, 7 лет там учался, то есть изучал там богословие на арабском языке, ну, в арабском, как бы, в классическом варианте. И у меня возник очень сильный такой интерес к тому, чтобы изучить и наше тоже богословское наследие, написанное, например, на арабском языке. Так как я сам лично почувствовал, что они очень сильно духовно богатые, и считаю, что основная цель их изучения является том, чтобы почувствовать ту духовную составляющую, которая у них находится, в первую очередь. То есть, во-первых, конечно, это история наша, тоже очень важно, но для себя лично считаю, что самое главное, первостепенное является то, что они содержат очень большую духовную составляющую. Наши великие ученые, наши великие наставники были на самом деле великими людьми, которые не просто являлись какими-то там учеными, а являлись теми, которые это все в себя впитали, жили этими вещами, просвещали, были настоящими лидерами для общества. И до сих пор мы слышим их голос, до сих пор для нас они живые, до сих пор мы их видим перед своими глазами, для нас они до сих пор лидеры духовные. Поэтому, конечно, я считаю, что изучение этого наследия является очень важным. Оно очень богатое, очень громоздкое, наверное, для этого потребуется очень огромное количество времени. Я так для себя пока что понял, так как являюсь пока что новичком, конечно, в этом все. Но я считаю, что это стоит делать, это нужно делать, это очень важно. И тоже продолжая, как вопрос о том, для чего это нужно делать, то есть как, науразку можно тестировать? То есть как один великий ученый сказал, то есть знание, говорит, в первую очередь для того, чтобы ты познал, познал в первую очередь себя. И если ты, говорит, в первую очередь самого себя не познал, то для чего ты все это читал? То есть в первую очередь, получается, основная цель познания всего этого для меня лично является в том, чтобы себя познать, духовно богатиться, совершенствоваться духовно. И как некоторые ученые говорят, что каждый верующий человек должен стремиться к тому, чтобы достигнуть такого важного уровня, как Алина Сайнуль Кемель, совершенный человек. Человек, достигнувший высоких идеалов, духовных ценностей, который в себя это все впитал и потом стал хорошим примером для всех остальных и смог потом просвещать. Поэтому в этом плане я считаю, что наше духовное наследие играет очень огромную роль. К сожалению, я, конечно, очень немножко опечален тем фактом, то, что все это пока что, ну, для меня, ну, пускай это будет грубовато звучать, но пока что, мне кажется, это залеживается в большей степени. Нужны специалисты, которые будут все это изучать, которые будут все это переводить на доступный язык, преподносить и так далее. Я как раз-таки сам перед собой такую цель поставил. Иншаллах, надеюсь, хватит терпения, стойкости, здоровье тоже позволит. Надеюсь, у меня тоже не будет аллергии, как у вас. Иншаллах. Аминь, аминь. Вы же не будете ходить по хранению. Как и делаете так? Иншаллах. Пускай Всевышний Аллахталян нам в этом направлении поможет. Спасибо. Ну, вот видите, дорогие друзья, как оптимистично все звучит. И я теперь, слушая наших участников школы, прихожу к мысли, Евгений Нафисович, не зря ведь все это мы организовали. А как вы считаете, как главный организатор? Вы довольны результатом? У вас как оптимистичное видение дальше? Этот вопрос я вам адресую в первую очередь не просто как организатору школы, а точно так же как молодому человеку, который очень глубоко, с любовью занимается наукой и работает с источниками, причем не с простыми источниками, а связанными с суфизмом. Вы изучаете наследие нашего великого богослова Зайнуллы Расулева. Так что, я думаю, вам есть что сказать на этот счет? Ну, нет предела совершенству. На самом деле, хотелось бы и подольше, и побольше позаниматься, потому что еще потенциал Казани не полностью исчерпан, то есть не все из тех, кого мы хотели пригласить, смогли выступить на нашей школе, поэтому я надеюсь, что это не последняя школа такого характера. И надеюсь, что в этом же составе, в более, может быть, широком коллективе мы сможем собраться и в года грядущие. Может быть, получится какие-нибудь общие проекты вместе с Москвой, с лучшей Алма-Атой, чем Астаной, конечно, сделать. И надеюсь, что получилось бы создать такой исследовательский коллектив, который соединял бы в себе представитель как раз всех архивов и мест хранения рукописей, потому что, на самом деле, объем того, что предстоит еще сделать, очень велик. Хочется верить, что желающих с каждым годом будет становиться все больше. Да. Я резюмирую нашу передачу, наш выпуск. Хотелось бы задать вопрос нашим экспертам, каким они ведут будущее, развитие этой сферы, перспективы, изучение рукописных фондов, этого наследия. И, Рашид Абай, с вас начнем. Каким вы видите будущее этого направления? Ну, я хочу сказать, что я когда-то был тоже студентом. Не все время был Рашид Абай, да? И я пришел именно на это направление. То есть я пришел изучать и был сразу же определен в группу истории Татарстана. Вот. И мы приступили к изучению старо-татарского языка. Благо, что основы этого языка уже были во мне заложены, моей бабушкой. Вот. Представительницы древнего такого рода. И вот, то есть я вспоминаю свою студенческую юность. Хочу сказать, что меня сразу это увлекло. То есть, видимо, все-таки дело состоит в том, что человек должен именно сердцем почувствовать потребность в изучении какого-либо предмета, в данном случае изучения рукописей и своей истории по этим рукописям, по этим источникам. И я просто надеюсь, питаю такую надежду, что молодежь, новое поколение заинтересуется этой темой. Все-таки в каждом поколении есть люди, их не так много, это известно, которые интересуются историей глубоко и очень мотивированы на изучение этой истории. Мотивированы, я не знаю, чем. Может быть, просто интересом, может быть, чем-то заложенным в крови, зов там, предков, не знаю, традиции предков. В моем случае было именно так. И поэтому я надеюсь, что молодое поколение придет на смену, так сказать, среднему и старшему поколению. И займется все-таки, продолжит изучение этого действительно просто богатейшего комплекса источников, рукописных памятников. Ну и добьется, возможно, даже больше успеха, чем мы. Хочется верить. А вы, в свою очередь, готовы также делиться с ними своим опытом, как вы делали на летней школе? Ну, естественно, да. Вот сегодняшнее практическое занятие, оно меня тоже вдохновило, потому что люди смотрели очень заинтересованно, молодые люди. Смотрели очень заинтересованные, поэтому я подумал, что не все пропало. Нет, я никогда, в принципе, я оптимист, я никогда не думаю, что что-то пропадет, что-то исчезнет. Например, в мои студенческие годы говорили, что татарскому языку осталось 30 лет существования. Прямо так говорили. Вот. Но 30 лет уже давно прошло, как говорится. Это статар сейчас или шевел. Или шевел, да. Вот. И мне кажется, что, в принципе, мусульмане должны быть оптимистами. Я как мусульмане выражаю даже не сдержанный, а просто открытый оптимизм в этом плане. Очень хорошо, спасибо. И такой же короткий блиц нашим участницам, пожалуйста, Алсу. Ну, я считаю, что сегодняшней молодежи не хватает каких-то светлых идеалов, которым нужно стремиться. Вот. Как сегодня сказали вот коллеги, да. Действительно, они ведь вместе с нами. Вы знаете, когда держишь рукопись, я сама занимаюсь описанием рукописи на арабском языке, то ощущаешь какую-то, вот знаете, трепет, духовную связь вот с переписчиком или автором этой рукописи, да. И буквально вот этим живешь, да. И я вот сегодня тоже поняла, когда проводила экскурсию по нашему Миросхане и общалась вот с участниками летней школы, поняла, насколько сближает вот эти вот мероприятия, насколько вот, ну, как бы, какой дружный коллектив вот образовался в итоге, да. И я считаю, что подобного рода мероприятия, они должны проводиться чаще. И не только летние школы, потом конференции, вот встречи, там какие-то интервью на телевидении, побольше об этом говорить нужно, информировать. Я уже давала интервью вот IslamToday.ru на сайт, тоже, в общем-то, получили много откликов. Ну вот, в этом ракурсе нужно и работать. Спасибо. Элимира, пожалуйста. Да, я думаю, что, конечно, действительно, 20 лет, которые я работаю, и они действительно очень уже показывают хороший динамик, что, несмотря ни на что, несмотря на все трудности, на все материальные сложности и так далее, все равно действительно приходят и молодые люди, да, конечно, очень многие потом переходят к еще более высокому уровню научного осмысления и написав кандидатскую диссертацию уже идут дальше, но все равно этот источник не иссякает. Я думаю, что это просто потому, что мы люди и человек в основе своей духовной. И я думаю, что действительно, вот сейчас вспоминаю, все вот, кто занимается руками, они оптимисты, так что в этом смысле это еще и очень хороший способ, да, нормально, духовно существовать как человек. Спасибо. Рафеля, пожалуйста. Ну, сегодня мы, конечно, вот сегодня говорили в основном о рукописных, о рукописных наследиях, но, к сожалению, у нас еще очень много то, что напечатано. К счастью. К сожалению, неизученного хотелось сказать. Поэтому, вот я, когда занимаюсь со своими студентами, я преподаю в Российском Исламском университете, институте, и у нас есть курсы старт татарского языка, аудитория довольно, когда вот приходят заочники, она обширная, большая аудитория, и нас, несмотря на это, вот с первых занятий уже студенты начинают читать, потому что у них интерес возникает, потом они приезжают и говорят, а знаете, говорит, к нам, говорит, вот мы, заинтересовались, у нас в деревне там были, сохранились письма с фронта, говорит, долго, но сидели, говорит, бабушки приходят, которые, отцы в свое время, говорит, родители, писали, и когда вот видишь заинтересованность, люди, ну, не вся аудитория, но какая-то часть из них интересуется и уже больше начинают втягиваться, конечно, это звучит оптимистично, и ты знаешь, что ты не зря преподаешь, самая по профессии историк, мы говорим, что цивилизация у нас развивается по спирали, да, чтобы вот эту ситуацию некоторые моменты в жизни объяснить, нужно чуть-чуть изучить прошлое, как раз вот это... Немножко заглянуть в ту часть спирали. Да, ту часть спирали, что же там у нас было, а как раз ту часть спирали у нас пока вот остается написанной на старт татарской графики, и чтобы у нас в дальнейшем не было тех моментов, которые вот... Ошибок. Ошибок, да, избежать, нужно изучать то наследие, которое у нас осталось, и чтобы у нас заинтересовать будущее поколение, чтобы оно дальше продолжало изучать и восстанавливать наши традиции, наше наследие, которое было прервано, чтобы оно дальше не прерывалось. Спасибо. Спасибо. И у меня вопрос к Амару, но ты нашел ответ на свой вопрос, почему надо изучать старые письменные наследия? вопрос, наверное, не было не сколько, почему нужно изучать, и даже не как изучать, а просто, чтобы было более понятно для молодого, пока не, даже для меня самого, важность этого. Потому что то, что это в принципе важно, это, наверное, на познательном уровне или более-менее как-то интуитивно все равно чувствуется. Но чтобы это было вот как-то вот так объяснено, на пальцах разъяснено, вот этого, мне кажется, немножечко не хватало. Как уже было сказано, то, что нужно об этом говорить, что в средствах массовой информации может стоить больше об этом говорить. И вот сегодняшняя передача, мне кажется, стала одним из шагов на пути к ему, чтобы более широкая аудитория познакомилась с этим пластом нашей истории и для себя более понятно узнала важность этого, необходимость изучения этого раскрытия и деления с будущими поколениями. Да, и не случайно цикл наш называется «Временное и вечное». И тема сегодняшней передачи как никогда соответствует названию нашего цикла. И название именно этого выпуска было «Рукописи не горят». И мы сегодня убедились, что действительно они не горят. И спасибо за это всем присутствующим и всем молодым слушателям школы и всем нашим экспертам и всем тем, кто не был сегодня с нами в студии, но сделал свой вклад и продолжает делать свой вклад в сохранение нашего уникального письменного наследия. Встретимся с вами в следующем выпуске. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова